Транспорт Фивер 2 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 большая, там есть очень большая, у меня большая. Давайте тогда начнем с Пятигорска. Хотя нет, смотрите, нам в принципе не обязательно начинать с какого-то определенного города, то есть мне сначала, ну мне, по крайней мере, проще, если я это правильно понял, вот у каждого города есть товары, которые ему нужны. И нам нужно, получается, из промышленных зон вот эти товары при помощи транспорта поставлять. И нам нужны какие-то, наверное, базовые товары. А базовых товаров-то, наверное, и нету. Я даже не знаю, вот это что за товар какой-то непонятный. Слушайте, ну тогда, наверное, проще начать с Комсомольска на Амуре, потому что здесь как раз-таки есть нефтеперерабатывающий завод, тут есть еще один нефтеперерабатывающий завод, господи, язык сломаешь. И тут есть ферма, поэтому можно, я думаю, начинать с Комсомольска на Амуре. Так, для начала, что нам нужно сделать для начала? Для меня это на самом деле очень сложно, потому что тут очень много всяких тонкостей и кнопочек. Смотрите, наверное, нам нужно сначала построить какую-то, то ли отгрузочную штуку, то ли что. Не, я безумно извиняюсь, что я туплю, но потому что я очень хотел давно снять эту игру, но если я буду разбираться самостоятельно без видео, это будет еще дольше. Так, нам нужна, наверное, стоянка для грузовиков. Раз. Здесь, ну так, как бывает, вот так вот поворачивается. Да. А, но нужно еще соединить с вот этой штукой. Вот. Отлично. То есть... Ой, я не хотел ставить, но ладно, у нас получилось неровно. Так, дальше получается мы зерно. Стоп, а зерно нам куда? Зерно в хлеб. А где у нас делается хлеб? Стоп! А, вот делается. Вот. Слушайте, ну тогда, наверное, проще вот это. Я там зря построил. Нам нужно Новоуральск сейчас развивать. Это можно перенести, интересно, нет? Блин, ну давайте, ладно. Мне кажется, можно все перенести, но... А, ну нам рефан дают. Отлично. Тогда мы начинаем с Новоуральска. Ммм... Так. Значит, изначально у нас с фермы пойдет... От фермы пойдет на пищевой завод, а потом в Новоуральск. Но проблема в том, что тут проселочная дорога, я на самом деле ее бы сейчас сразу улучшил, потому что что-то мне подсказывает, что машины будут ехать очень и очень долго. Только вот где это сделать? Вот это вопрос. А, вот улица. Небольшая улица. Это она или не она? Вот вопрос. Ну-ка. Односторонние, городские... Городские... Это страна. Вот. Вот это, наверное, нужно. Нам нужно и вот... 12... Ну, кстати, 12 тысяч это не так много, поэтому, я думаю, можно вот так вот проапгрейдить. Все просто прекрасно. Подсказка финансовая. Ага. Так. Ну и... В принципе, все, наверное, да. Пока нам... А, еще я вот здесь, наверное, сейчас соединю. Так. Нам нужно... Вот это вот так вот. Так. А почему это... Я что, с трамвайными путями, что ли, посту? Ну, ё-моё. Да блин, я же нормально сделал. Вы что? Среднее... Проселочное дарпуга. Ну... Это не то! Блин, я дебил. Я не тот инструмент использовал. Все. Ну, извините, я еще немножечко запутался. Вот. Теперь получилось значительно дороже. Все. Вот теперь все нормально. Ну, денег у нас пока много, поэтому можно, наверное, не париться. Хотя я попробовал поиграть в одиночку. И что-то у меня ничего не вышло. Но, надеюсь, что я не зафейлю это видео. Так, смотрите. Здесь у нас депо нужно построить. Не депо, нет. Не, не. Как это называется-то? Господи. А где-то, 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 где-то? Это постройки? Боже, я потерялся. Вот, вот. Нет, не здесь. Боже мой. А вот постройки. Все. Извините меня, ради бога. Станька для грузовиков. Для грузовиков. Вот. Все. Мы, значит, его ставим вот здесь. Потом ставим еще стоянку вот здесь. Такого можно как-то прикрепить, чтобы нормально было, нет? Хорошо. Допустим, если... Во! Все. Шикарно. Только я... Блин, я еще и снес. Я не захватил ни хрена. Окей. Хорошо. Так, давайте постройки. Вот. Все. Отлично. Ну, у меня бы и так, и так снеслось. Все. Все. И дальше Новоуральск. Давайте. Что нам нужно? Где нам ее нужно поставить? Ну, давайте, наверное, поставим ее... Хм. Она, блин, большая получается, очень неудобная. Наверное, нам еще потом нужно будет ее расширять. Так что... Мм. Блин. Мне вообще не хочется все сносить подряд, но... Я думаю, придется. Ладно, давайте так построим. Конечно, получилось неровно, поэтому мы, наверное, ее снесем. Плюс, опять же, у меня что-то не особо много фпс, если честно. Во. Во. Все шикарно. То, что надо. Ну вот. И поэтому немножко тяжело играть. Что мы делаем дальше? Нам нужно дальше построить депо, получить... Да, депо. Дорожное депо. Депо, я думаю, можно поставить где-то в серединке. Как раз тут такая вот хорошая развилочка. Все. Ставим здесь депо. Дальше нам нужно купить транспортные средства. Нам нужны грузовые, которые должны перевозить и зерно, и хлеб одновременно. Такое можно? Он универсальный, но он, наверное, дороже, да? Не. Так, что это 510? А, это 340. Вместимость 4. А, ну у него вместимость маленькая. Ага. Ну, несмотря на то, что у него очень маленькая вместимость, можно купить. Потому что он дешевле. И тем более он такой универсальный. Вот это мне в нем нравится. Потому что дальше... Ага. Ну, это уже дорого, естественно. Так, ну... Блин, я даже не знаю. А, ну нам все равно нужно купить эти, потому что нигде, кроме вот этого грузовика и вот этого, хлеб нельзя перевозить. Ну, то есть еду, поэтому нужно купить это. Я без понятия, сколько нам их понадобится. Ну, давайте купим 5, 6. Давайте 6 купим, окей. Мы купили 6. Дальше нам нужно, получается, сделать маршрут. Вот. Надеюсь, оно автоматически будет загружаться. Отсюда маршрут сюда. И назначаем этому маршруту какой транспорт. А, или нет. Потом можно... А, не-не-не-не-не-не. Уйди, 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 уйди. Новый маршрут. Отсюда сюда. Все. Так, смотрите. Я пролил воду. Класс. Мне нужно назначить вот транспорт. Вот этот вот на линию 1. А этот нам нужно на линию 2, получается. Блин, у меня грузовики задолбали на улице ездить. Сколько можно? У меня же тут двор. Какие грузовики вы? О чем? Вот для меня, на самом деле, очень сложно, наверное, найти баланс между... Ну, вообще, чтобы это все было эффективно. Потому что я не знаю, сколько транспорту понадобится. Автомобили. Сколько... А, тут. Да почему тут опять трамвайные пути-то? Ё-моё. Во! Все, я понял, в чем прикол. Все, я тупой, да. Извините. Так. Все, машинки у нас поехали. Первый груз уже едет, получается. Да, смотрите-ка. Или не едет. Стоп. У нас загрузка идет? Или не идет? Мне непонятно. Доставка, транспорт. Я вообще не понимаю, что вот это вот все значит. Но производство есть. И доставка идет. Значит, наверное, здесь что-то едет. Да! О! Смотрите! Он реально едет. То есть, тут есть зерно, но почему-то он не окупается. Либо это потом будет уже показано, окупается он или нет. Но мне нравится, что оно все загружается. Это круто, на самом деле. То есть, сейчас у нас сюда... Получается... У меня тут тоже трамвайные пути, да? Угу. Класс. Ну, давайте убирать трамвайные пути. Нафига они мне тут нужны-то? Не знаю, честно говоря, влияют ли трамвайные пути на скорость. Но, надеюсь, что нет. Или как-то побыстрее. Машинки поехали, нет? Ну-ка, 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 смотрим. Давайте посмотрим. Ну, эти, наверное, еще пусты. А! Стоп! Погодите, погодите, погодите. А почему они дерево перевозят, если они должны перевозить зерно? Или они сами должны потом как-то понять, что перевозить? Ну, смотрите. Вот это доставляет, да, получается? Он выгружает. О, смотрите, доход! Это наш первый доход получается, слушайте. Это, это очень круто. Так, здесь у нас, получается, все работает на пищевом заводе, да? Да, производство есть, все есть. Тут у нас, кстати, появился хлебушек, еда. И, по идее, его должны перевозить. Но, его почему-то не перевозят. Ладно, хорошо, давайте пока с этим повременим. Вообще, мне радует, что тут есть еще целых три фермы. И я думаю, это можно эффективно вообще использовать, но пока нам... А, еще фермы, обалдеть! Ну, в общем-то, с фермами у нас проблем нет, я так понимаю. Но, также у нас, получается, есть проблема с чем? С топливом, да? И также, смотрите, тут у нас, получается, накопилось очень и очень много зерна, получается. Слушайте, давайте тогда еще купим какой-нибудь транспорт, да? Если его сейчас, конечно, все не заберем. Ну, давайте, ладно, посмотрим пока, сколько у нас это все будет забирать. Подсказка. Ага, может... Это я знаю, спасибо большое, я не настолько тупой, я играл в City Skylines. Так, 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 что мы делаем дальше? Дальше у нас, получается, топливо. А топливо делается из чего? Ё-моё, а еще оно делается, делается из нефти. А нефть, получается, она... То есть, нужно сначала отсюда, потом сюда, потом сюда и сюда. Это вы хотите сказать, что мне вот это нужно делать, да? Нет, ну, конечно, мне, наверное, не сложно это будет все сделать. Ну, блин, я не уверен. А можно как-то попроще, нет? Да. Видимо, нельзя. Хорошо, давайте тогда будем сейчас организовывать железнодорожные перевозки. Получается, нам сейчас нужно построить железнодорожную станцию, грузовую, да? Грузовая станция. Ну, я не знаю, стоит ли делать конечную или не стоит. Ладно, давайте конечную мы, в принципе, ставить станции не будем, потому что, чтобы их потом не перестраивать. Нет, конечная нам нужна. Мы ее поворачиваем аккуратненько. Ставим. Делаем еще это. А, нам, получается, нужно с другой стороны, господи. Вот это мы вот так вот ставим. Дальше нам нужно, получается, два пути. Наверное, два пути, да, получается? Хм. Ладно, давайте сделаем три. Давайте сделаем три. Пригодится, лишним не будет. Цепной. В смысле, цепной. Что значит, цепной? Нет. Да? Нет. Откуда я знаю, господи? Вот, все. Ну, мы, короче, здесь ставим. Дальше пути мы ведем... Куда мы ведем? Мы ведем вот туда, на нефтеперерабатывающий завод первый. А, давайте тогда сначала эту станцию там просто построим, где-нибудь поблизости, например. Можно, я думаю, где-нибудь вот... Хм. Вот здесь. Да, вот здесь делаем. Мы построим какую-нибудь улицу, но нам не нужен апгрейд. Мы поставим где-нибудь здесь вот станцию. Угу. Так. Станцию мы ставим... Стоп. Стоп, 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 стоп. А, вот грузовая. Все. Меня уж напугали, на самом деле. Здесь, наверное, я поставлю два пути, потому что больше нам, наверное, ничего здесь и не пригодится. Но потом, я думаю, можно же это увеличить. Правильно? Правильно. Так. Вот это мы вот таким образом поставили. Давайте, наверное, немножечко сделаем подальше в нашу дорогу. Ну, все. И пути мы можем проводить. Я не знаю, на Комсомольске-на-Амуре, в принципе, можно совместить вот эти железнодорожные перевозки с пассажирскими, чтобы перевозить пассажиров из Рязани в Комсомольск-на-Амуре. Слушайте, это на самом деле идея. Но как это реализовать, я на самом деле еще до конца не понимаю, потому что я не уверен, что можно использовать грузовую станцию как пассажирскую. А хотя нет, стоп, я дебил. Зачем мне ставить грузовую и пассажирскую вместе, если я могу просто здесь поставить сейчас пассажирскую станцию. Ну-ка, давайте попробуем. Наверное, сейчас придется что-то снести, а может и не придется. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тогда нам нужно, наверное, добавить еще один путь тут, получается, да, настроить. Так, 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 так. Дальше мы, наверное, в Комсомольске на... Нет. А они у нас могут, в принципе, обходить стороной, наверное, или не будут. Ну ладно, давайте сделаем. Давайте построим еще два пути. Потом, если что, можно будет построить еще платформу и совмещать перевозки. И дальше мы делаем станцию в Комсомольске на море. Давайте вот это мы снесем и построим здесь какую-нибудь вот обычную дорогу. Только ее нужно, наверное, изогнутую сделать, если так можно. Можно же? Получается какая-то не очень, если честно. А, во как. Ну, блин, нет, я так не хочу. Хочу, чтобы у меня станция была нормально расположена. О, новое транспортное средство доступно. Отлично. Только мне это, наверное, пока не пригодится, потому что трамвайными перевозками я сейчас не занимаюсь. Так, это мы располагаем вот так вот, вот так вот. И здесь можно, наверное, пути постройки железнодорожной станции. Так, мы ее поворачиваем. Вот как ровненько у нас встало. Отлично. Чуть-чуть. Вот. Все. Ну, и давайте сделаем, чтобы здесь было четыре пути. Ну, 666 тысяч, а так 376 тысяч. Ладно. Окей, я пока вот это уберу. Вернее, просто не буду ставить здесь. А я дебил, ребят. Я мог вот это просто вот так вот сюда перевезти автобусами. И все. Ну, зато мы так сможем совместить пассажирские перевозки. Блин. Я даже не знаю, как лучше. Ага. Ну, по сути, нам же, наверное, ничего не мешает сделать топливо, чтобы оно шло и отсюда, и вообще, ну, куда угодно оно шло. Все. Слушайте, идеально, потому что около Новоральска у нас толком ничего нету. Все. Все просто прекрасно. Я ничего зря не сделал. Отлично. Я... Я с собой доволен. Так, значит, получается, что мы делаем? Значит, комсомольцы на море, мы пока с ним ничего не будем делать. Мы проводим железнодорожные... Железнодорожные пути. Так. Нам нужно, наверное, обычные. Это мы делаем так. Пусть вот справа у нас будут идти пассажирские перевозки. Вот. А слева так. Я думаю, наверное, у нас сейчас денег вообще толком и не будет никаких. Но, ладно, я думаю. Я думаю, все будет нормально. Так, смотрим, смотрим. Что у нас здесь? Здесь у нас, мы, получается, тоже пути справа ведем. Вот сюда их можно провести, да, ведь? Ну-ка. Во, можно, отлично. Только это стоит, блин, дофига. Здесь что, и тоннель. Что, больные, что ли? Я не буду тоннель. Нафиг надо. Так. Что мы делаем тут? Ну, я не хочу просто тоннель. Вот в чем дело. Ну, блин, 319 тысячи, это, конечно, тоже не так уж и мало, если честно. Но, видимо, придется. Сейчас очень так это разорится. Возможно, я это делаю зря, потому что я не понимаю, как нужно правильно распоряжаться тут деньгами, так скажем, да. Ну, ладно. Будем надеяться, что все будет хорошо. Так. Это мы делаем так. Так. Здесь я ничего не прокекал. Вот. Ну, слушайте, раз, наверное, мы тут уже провели железную дорогу, я думаю, вот это можно тоже соединить железную дорогу, потому что так, наверное, будет удобнее. А вот здесь можно будет пустить уже и автобусы, наверное. Блин, я не знаю. Ну, смотрите, тогда мы с вами сделаем сейчас так. Я не уверен, прокатит ли это сделать таким образом, но, тем не менее, мы попробуем. Значит, здесь мы ставим дорогу, и у меня это не вышло сделать. Мы ставим, а, потому что у меня инструмент выбран, правильно. Все. Здесь мы делаем вот, а, нет, наверное, сначала проще сделать вот так вот. Нет. Ну, давай, давай, давай. Вот. Потом вот это мы, ну, ну, и. Вот. Это мы присоединяем, значит, сюда. Здесь мы, получается, ставим грузовую железнодорожную станцию. Только я не знаю, сколько путей-то тут добавить, блин. Четыре, сколько будет стоить? Блин, это тоже стоит очень дорого, но, возможно, нам это пригодится. Просто я пока не умею, ну, работать со всякими там светофорами, потому что я знаю, тут они есть. То есть, смотрите, получается, отсюда у нас поедет сюда топливо, потом должно доехать сюда, а потом еще вот это топливо должно... Ну, да, наверное, тогда логичнее будет построить четырехпутную железнодорожную станцию. Ну, а что делать? Придется. Здесь, наверное, некоторые у нас будут тупики, а вот здесь можно уже строить двухпутную железнодорожную станцию, я думаю, да? Все, мы вот это вот здесь вот вставим. Соединение у нас есть, отлично, можно даже немножко поровнее. И вот это вот сюда. Только нам нужно, наверное, сделать плавный такой. Во. Дальше мы строим, получается, двухпутную железнодорожную станцию грузовую. И вроде бы со станциями у нас, я думаю, покончено, наверное, да? Если я не ошибаюсь. Вот. А, осталось только пути провести, вот в чем дело. То есть, наверное, вообще со всеми деньгами я расстанусь, хотя пока они у меня вроде бы есть. Пассажирские... А, ну, пассажирские нам, наверное, здесь больше не нужны, поэтому с пассажирскими мы пока повременим. Вот. А здесь можно, интересно, просто добавить пути без платформ. Ну-ка. Да, смотрите, можно, отлично. Значит, у нас будет все вот так вот ровненько идти. И просто здесь никто останавливаться не будет. Так. Мы прокладываем пути вот таким образом. Все здесь у нас готово. Дальше. У нас идет нефть капелькой. Нефть капелькой идет к нам вот сюда. Получится, мы вот отсюда строим вот сюда. Блин, или лучше... Хм... Чтобы потом, наверное, не пересекать, я построю путь вот сюда, наверное, проще сделать. Чтобы потом не делать очень много пересечений. И самому себе не создавать проблемы. А это, наверное, можно пока что присоединить вот сюда. Ну, если что, потом, наверное, можно будет сделать какие-нибудь стрелки. Отлично. И дальше грузовые пути мы, получается, проводим вот сюда. Так. И в Рязани нам нужно сделать еще железнодорожную станцию. Давайте посмотрим. Постройки. Хм... Еще, наверное, потом в Ханты-Мансиск пригодится. Поэтому, наверное, я построю четырех... Нет. Нет, двухпутной, я думаю, хватит пока. Да, нормально. Ну, давайте пока так. Сейчас сюда дорогу проложим. Какая хреновая получилась. Во! Во-во-во-во. Шикарно. Так, сюда у нас дорога идет. Потом давайте вот это тоже сюда присоединим. И все. Нормально. Так. И отсюда мы прокладываем, получается, пути... Вот сюда. Нет. Сначала давайте запустим грузовое движение. Потом уже будем заниматься пассажирским перевозком. Потому что у меня, наверное, денег уже толком и не останется. Как мне сделать-то? Слушайте, а как мне сделать, чтобы они шли прям параллельно? Слушайте, это, наверное... Наверное, не получится. Или получится? Ну-ка, давайте попробуем. Так. Делаем... Делаем раз. Делаем два. Делаем два. Только, обчет, оно в сторону как-то идет, или мне кажется? Делаем три. Блин. Четыре. И пятый. А почему-то это-то идет отдельно, я не понимаю. Ну, честно говоря, я так и не понял принцип строительства вот этих вот всяких линий, если честно. Но, блин. Ладно, окей, хорошо. Это можно сделать параллельно. И это можно сделать параллельно. И это тоже. Тогда в чем был прикол, я не понимаю. Ладно. Хорошо, а здесь у нас... Ну, стрелок, я думаю, добавлять пока нет смысла никаких. То, что у нас-то все... Я предусмотрел, просто, ну, я не люблю париться со всяким там... О, стоп. А, здесь, может, я не сделаю. Ладно, сейчас попробуем построить так. Наверное, будет не очень красиво, конечно. Хотя... Да хотя, вроде нормально. Мы делаем так. Вот это мы делаем так. Слушай, во! Вот теперь это выглядит очень круто. Мне прям нравится. У нас, конечно, денег не так много осталось, но, тем не менее, выглядит симпатично. Так, а что мы делаем дальше? Дальше мы просто их проводим куда-то прямо. Только мне почему-то кажется, что я не смогу сейчас их провести нормально, потому что... Тут очень такой сильный перепад высот. Наверное. А может быть и нет. Давайте попробуем просто. Окей, допустим, мы проводим это вот таким образом. Вот сюда. Потом проводим рядом. Столкновение. В смысле, столкновение с чем? Извините меня. Все. И мы соединяем, получается, наши пути. Раз. Так, а почему не могу соединить? Извините. Они тут, наверное, немножко забагались. Ну-ка, ну-ка, давайте вот это мы снесем. Получается, конечно, не очень ровно. Вот это тоже можно снести. Во! Все, отлично. И отсюда мы тоже, получается, проводим... Почему не проводится? Во! Все, отлично. Дальше мы отсюда... Вот отсюда можно, нет? Нельзя. Блин, ну, я хочу вам сказать, что это было, на самом деле, очень-очень-очень потно. Но, тем не менее, мы справились. Или где это? Пути, постройки. А, вот депо. Прочно надо сделать так, железнодорожное депо. И нам нужно его соединить, каким-то образом, со... Всеми, получается, путями, да? Ну, ладно, здесь просто, наверное, сделаем кучу стрелок. Построим где-нибудь вот здесь депо. Здесь вроде бы такая более-менее нет. Лучше вот, наверное, с этой стороны. Более-менее такая ровная местность. И дальше нам нужно проложить пути. Покладываем вот, наверное, отсюда, потом вот сюда. И здесь просто придется сделать кучу-кучу стрелок. Господи, все, наконец-то у меня получилось все сделать. Отлично. Так, это мы перемещаем вот сюда. Дальше мы делаем стрелочку вот сюда. И мы делаем стрелочку также еще вот сюда. И нужно еще сохраниться. А я хочу поблагодарить всех тех, кто смотрел это видео до конца. Мне действительно очень приятно. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. А если видео по какой-то причине вам не понравилось, вы можете поставить дизлайк и написать, почему вам это видео не понравилось. Также я напоминаю про то, что сейчас идет сбор на... Ну, как сбор. Это в любом случае добровольный сбор на оперативную память. Для чего? Видео будут выпускаться намного чаще, потому что сократится время рендера. Я смогу стримить и также будет выше FPS в играх. Вот, так что, ну, как бы в этом, в принципе, есть сплошные плюсы. Поэтому это, естественно, опять же на добровольной основе. А я хочу всем пожелать хорошего настроения. Всем пока.